Друзья, всем привет! В сегодняшнем видео мы продолжим изучать, сравнивать тюнинг для моделей ВПЛ. И сегодня у нас речь пойдет о корпусах мостов. Мы собрали почти что всю коллекцию. Почему почти, вы узнаете в конце видео, друзья. И данный обзор не был бы так быстро, скажем так, записан, если бы не наш подписчик. В первую очередь хочу выразить ему благодарность. Алексей Китаев прислал нам данные мосты для обзора. То есть у нас были три моста. А вот этих топорных мостов, как я их называю, у нас в наличии не было. И мы их не собирались покупать. Поэтому, Леш, тебе большое спасибо за то, что прислал нам на обзор свои мосты. Три штуки он нам прислал. Центральный, передний и вот задний мост, уже сам корпус лежит у нас здесь, скажем так, на стенде для сравнения. Сейчас будем сравнивать и поговорим с вами о особенностях, об отличиях. Для начала давайте замерим вес всех наших корпусов. Посмотрим на разницу в весе. Так, мне нужно отодвинуть камеру, чтобы все было видно. Вот так, друзья. Ну и давайте начнем с самого обычного, с пластикового корпуса моста. Весит он у нас, получается, 7 грамм. То есть, ну, совсем легенький, как пушиночка. Далее давайте взвесим алюминиевый корпус. Скажем так, старые версии. Потому что сейчас уже есть более новые версии этих корпусов. И он у нас весит уже 37 грамм. Разница в 7 грамм получается. Ой, в 7, в 30 грамм получается разница уже. Далее у нас мосты от С-34. Корпуса тоже алюминиевые. И на них у нас есть имитация барабанных тормозов. Эти мосты весят 45 грамм. За счет того, что имитация барабанных тормозов еще. Ну и последние топорные корпуса мостов тоже полностью алюминиевые. Увесистые. Они у нас весят 39 грамм. Вот это неожиданно для меня сейчас, друзья. Я думал, что эти мосты будут самыми тяжелыми. Но, как мы видим, цифры перед вашими глазами только что были. Ширина ореха составляет, она здесь получается, ну, 23, пускай более, ну, грубо говоря, 23 миллиметра. 22,5 миллиметра. Пластиковые, чтобы наглядно показать вам, что они одинаковые, алюминиевые у нас точно такие же. Ну и топорный мост у нас имеет тот же самый диаметр ореха, как мы видим, тоже 22,5 миллиметра. Отличия у этих мостов заключаются в вот этой части, там, где у нас идет вал, получается. То есть они более толстые здесь, более такие массивные. Ну и разница составляет у нас, сейчас замерим обычные мосты, получается 7 миллиметров. А вот в этом месте, где у нас подшипники, 1 сантиметр, то есть 10 миллиметров. У этих же мостов корпус получается 12 миллиметров. Ну и в этой части он тоже 12 миллиметров. Да, они такие квадратненькие. Вот, друзья, что касается, значит, самих размеров и габаритов наших мостов. То есть, в принципе, в принципе, орех одинаковый. Да, как мы с вами можем видеть. Разница будет лишь только вот в этой части. Ну и копийность, друзья, да, скажем так, вот эти мосты, даже пластиковые, они гораздо копийнее, на мой взгляд, чем вот эти вот топорные. Прям, ну они такие, ну не знаю, друзья, мне лично они не нравятся. У них есть, конечно, свои плюсы, о которых я сейчас вам расскажу в видео, но лично мне они как-то не зашли. Мне больше всего, вот сразу, не знаю, наперед скажу, вам нравятся мосты от C34. Новые мосты от VPL. На них, кстати, есть фирменный значок. Точнее, не фирменный значок, а вот надпись VPL здесь. По ней, собственно, выбирая мосты, например, на Алиэкспрессе, либо еще где-то вы можете определить, какие мосты вам приедут. Старые версии или новые версии. В старой версии у нас были обычные вот такие вот крышечки, как и на пластиковых мостах, то есть без всяких обозначений. Видим, да, что мост потертый, но сейчас об этом во всем расскажу. Значит, друзья, что касается начинки мостов. Ось с шестеренкой и маленькая шестеренка, которая одевается, они одинаковые абсолютно, то есть никаких отличий нету. Хексы, сама длина вала, подшипники, все это одинаковое, все это подходит на все вот эти четыре моста, то есть про начинку, я думаю, что не стоит рассказывать. Замерим диаметр подшипников, друзья, ссылочку на подшипники оставлю в описании к видео, они здесь очень маленькие, ну и, соответственно, изнашиваются быстро. Значит, диаметр у нас получается 6, это наружный миллиметров, естественно, внутренний диаметр у нас 3 миллиметра, и толщина подшипника у нас 2 миллиметра, друзья. Вот, 2 миллиметра. На Алиэкспрессе встречаются подшипники, у которых толщина бывает 2,5 миллиметра. Их можно брать, например, в том случае, когда вам нужно выставить зазор, когда у вас есть огромный люфт вот в эту сторону, то есть когда у вас ось внутри моста вот так вот до сюда гуляет. Можно использовать два подшипника, например, вместо шайбочек и ими убрать вот этот люфт. Ну, а вообще, я советую брать и рекомендую брать именно вот такие подшипники с таким размером. Ссылочку оставлю в описании к видео. Вот. Ну, а теперь, друзья, давайте поговорим об остальных отличиях вообще всех этих мостов, чем же они отличаются, что в них хорошего в каждом, скажем так, в каждом из этих корпусов есть что-то хорошее и есть что-то плохое. Давайте начнем с обычных, с пластиковых корпусов. Вот так они выглядят. В принципе, друзья, за их цену, а цена им где-то в районе 200 рублей, они даже очень хорошие. И если вам не нужно снижать центр тяжести у модели, потому что все вот эти металлические алюминиевые мосты, они нужны в первую очередь для того, чтобы снизить центр тяжести у модели, чтобы модель ваша меньше переворачивалась. Если у вас нет такой цели, то данные корпуса даже очень хорошо себя показывают. И нет никакого смысла их менять, друзья. Они собираются на обычные винтики. Сейчас покажу вам резьбу. Вот такая резьба у них. Обычные винтики маленькие. Не стоит перетягивать, не стоит с чрезмерным усилием закручивать винты в пластиковую часть корпуса, чтобы не пережать и не перетянуть, и не сорвать резьбу. Сейчас откручу все, друзья, и покажу вам их внутрянку. Особенностью данных мостов, наверное, то, что они вот в этой части очень часто открываются. То есть вот так это дело выглядит у нас получается. Ну и туда попадает песок. Чтобы этого избежать, в эту часть можно посадить на термоусадку. То есть взять термоусадку, обжечь ее, и она у вас стянет вот эти половинки. Они у вас не будут разъединяться. Пластиковая часть. У нас здесь два подшипника вставляется. Ну и сами корпуса, друзья, пластиковые. Вот эта часть у них, в принципе, хорошо сделана. Бывает так, что вот в этом месте у нас трется шестеренка. И это очень легко здесь исправить. Просто берем надфиль и протачиваем это место. То есть немножечко смещаем в эту сторону. Точнее убираем пластик, чтобы шестеренку можно было сместить в эту сторону. Чтобы она у нас не цеплялась за край. Внутри у нас есть посадочные места под подшипники. В этом месте. И, что немаловажно, в этом месте, где у нас шестеренка, тоже есть два посадочных места под подшипники. Вот. В принципе, и все, друзья. То есть по пластиковым устам могу вам сказать, что мосты хорошие. Никаких, в принципе, проблем у нас с ними не было. Не перетягивайте вот эту часть, чтобы здесь вот не сорвать резьбу. Одевайте сюда термоусадку, чтобы они у вас не открывались. Либо можно, как еще вариант, собрать их, например, в этой части на герметик. То есть взять герметик автомобильный Абро, который клей-герметик у нас идет, и склеить эти две половинки, чтобы они у нас не разъединялись. Вот. В остальном никаких проблем с этими мостами у нас, друзья, не было. Все собирается четко. Зазор выстраивается хорошо в них. О том, как выставить зазор в мостах, вы можете посмотреть видео на нашем канале. Было там такое длинное видео, где я все рассказывал. Собственно, обычные мосты. Цена 200 рублей. Никаких проблем с ними не было. Вот. Переходим дальше, друзья. Наверное, самые проблемные мосты сейчас покажу вам. Это мосты от... Точнее, это алюминиевые мосты. Первые, скажем так, версии для ВПЛ-ки. Как мы видим, они у нас все потертые, затертые. Потому что я их подгонял, друзья. Ну и давайте разберем и покажу вам, что же там внутри у нас. Внешне они такие же, как и пластиковые. Винтики вот эти у нас диаметром 2 мм. Здесь, в этих мостах. И крайне нужно быть осторожными, чтобы, опять-таки, вот здесь не сорвать резьбу. Потому что алюминий мягкий, как пластилин. Резьба срывается на раз-два. Поэтому не перетягивайте винтики, закручивайте их, скажем так, с нормальным усилием. Не переусердствуйте, друзья. Ну не надо. Это все-таки 16-й масштаб, а не 10-й винтики. Маленькие. Резьба маленькая, клипненькая. Ну и давайте вскроем, посмотрим. Алюминиевая половинка. Здесь также два подшипника. Все то же самое. Ну и корпуса, друзья, внутри. Выглядят они вот так. Наверное, больше всего возни у нас было именно с этими корпусами. Потому что, ну, ужасного качества исполнения они. Отвратительная просто. Отвратительная стыковка. Они все были щелями. Вот здесь были огромные щели. Просто у них пришлось обнаждачную бумагу их стачивать, подгонять. Посадочное место под подшипник у нас с краю, получается, есть. А вот в этом месте у нас его нету. Я об этом рассказывал в видео. Показывал и наглядно рассказывал, что же нужно делать, чтобы, если вдруг у вас такие мосты, то вам выставить зазор в них. Друзья, оставлю ссылочку в описании к этому видео, чтобы не повторяться. Можете перейти и посмотреть правильную, скажем так, сборку данных мостов. Если вдруг они у вас. Ну а сейчас я считаю, что на данный момент вообще вот эти мосты старой версии вообще брать смысла нету. Потому что, во-первых, они говняного качества. Вот в этом месте, смотрите, да, где у нас шестеренка. Мы видим тоже все сточено. Потому что здесь были какие-то огромные сопли. Пришлось выровнять вот эту поверхность, чтобы шестеренка не терлась и не цепляла у нас. Кстати, даже он какой-то маленький заусенец тут остался. А нет, это от тряпки. Часть тряпки, короче, вытирал я мосты. В общем, друзья, мосты требуют доработки. Стоят они где-то в районе, наверное, ну, 500 рублей за мост, там, 400-500 рублей за корпус. Может быть, дешевле сейчас. И брать я вам их не советую. Именно вот эти вот старые версии не рекомендую, друзья. Намучаетесь, намаетесь. А качество не получите. В общем, самые, наверное, пока что плохие корпуса, которые только вот попадались нам в руки, это вот корпуса. Именно вот эти вот алюминиевые старые. Далее переходим к корпусу алюминиевому новому с имитацией барабанных тормозов. Эти корпуса у нас появились с выходом модели C34 от VPL. И данные корпуса, друзья, скажу вам, наверное, самые кайфовые, самые хорошие для VPL. Давайте разберем. Здесь у нас винтики уже 2,5 мм. То есть, вообще, и вот эти винты, вот в этой части у нас 2,5 мм. Кстати, в этих корпусах здесь были 2 мм винтики. То есть, опять-таки, резьба меньше, соответственно, и срок службы меньше. Здесь у нас резьба 2,5 мм, винты 2,5 мм. Соответственно, можно уже, скажем так, меньше переживать за то, что вы сорвете резьбу. Но все равно перетягивать ее, друзья, не стоит. Открываем наш мост. Все здесь плотненько. То же самое алюминиевая крышка. Задняя часть у нас, ну, в версии C34, она черного цвета, но она тоже алюминиевая. Тоже место по 2 подшипника. Имитация барабанных тормозов здесь выполняет роль декоративную, и в то же время она сжимает нам 2 половинки. То есть, если бы, например, на пластиковых мостах была такая же имитация, то проблем бы с ними, можно сказать, вообще не было. То есть, имитацию сюда мы одеваем. Одевается она довольно-таки плотно. Ну, и выглядит круто, друзья. Честно скажу, то есть, ну, классно. Ну, и вот он сам корпус. Значит, в этой части мы видим, да, у нас все расширено. Все очень хорошо обработано. Никаких не заусенцев, ничего лишнего здесь нету. Широкая часть. Хорошее исполнение. Внутри у нас посадочное место здесь, и посадочное место здесь. То есть, все четко, все круто, друзья. Зазор настраивается легко. Стыковка мостов между собой хорошая. Щелей нету, зазоров нету. То есть, это, грубо говоря, пластиковый корпус, только сделанный в алюминии, с хорошим качеством изготовления. И цена этому корпусу сейчас точно такая же, как и цена вот этому старому корпусу алюминиевому. То есть, например, три корпуса на Алиэкспрессе сейчас стоят в районе где-то там тысячи рублей. Три корпуса, друзья. То есть, на целый Урал у нас. Ну, два корпуса, соответственно, подешевле. Там рублей 700 будут стоить. И вот их есть смысл брать. Выглядит круто. Ну и качество на высоте. Ну, реально на высоте, друзья. То есть, хорошее качество, классные мосты, копейные, красивые. Мне больше всего не нравится. Вот. Ну и последний тип мостов. Топорный. Как я их называю. Да и многие со мной согласятся. Это вот такие мосты. Они бывают разных видов. В том плане, что внешне выглядят по-разному. То есть, здесь у нас получается такой, как бы, угловатый, да, орех. А бывает еще орех. Орех, точнее, круглый. Но внутренность и функционал, и вот эта сборка абсолютно одинаковая. То есть, здесь у нас мост собирается из двух половинок. У него нет вот этих вот крышечек съемных. У нас просто две половинки моста, скрученные на 8 винтиков. Это говорит нам о том, что разобрать быстро данный мост, например, мы не сможем на модели. То есть, если во всех вот этих мостах мы с вами можем просто открутить вот эту крышечку. И посмотреть на состояние, например, наших шестеренок и что-то там с ними сделать. То в данном случае у нас этого не получится сделать. Нам придется полностью весь мост скидывать с подвески. Откручивать его от рессора или от амортизаторов. И только после этого уже что-то с ним делать. Собирается он на винтике 2,5 мм. Что, в принципе, хорошо. Вот такие винты. Здесь у нас все отлично, все хорошо. Исполнение отличное. Все четко. Посадочное место на выходе. Посадочное место там, где шестеренка. Посмотрите, какая толстая стенка. То есть, загерметизировать эти мосты будет гораздо проще, чем, например, вот эти мосты любые. Но, как показывает практика, то при хорошей сборке, при правильной сборке мостов, влага туда у нас не попадает. То есть, эти мосты можно тоже собрать на герметик. И они тоже будут герметичны. Но вот эти мосты загерметизировать проще. Вот. Такие мостики. Стыковочка хорошая. Щелей нету. И такие они массивные, объемные. Вот. Далее, друзья, хочу показать вам отличия. Вставляем сюда ось. Кстати, эти мосты бывают с металлическими сразу осями. Точнее, с металлическими сразу шестеренками в комплекте. А бывают с латунными. И я бы рекомендовал вам брать их в металле. Если вдруг вы и будете брать мосты сразу в сборе, то берите их с металлическими шестеренками. Потому что они гораздо прочнее и надежнее. Особенностью всех вообще мостов, кроме вот этих, будет то, что вот в этой части у нас яйцо. То есть, здесь у нас ровный круг. И мы видим, что ось не болтается. То есть, видимо, плотненько все село. Клюфта нету ни вверх, ни вниз. Если же мы то же самое с вами сделаем с любым из этих корпусов. Будь то пластиковый, будь то алюминиевый корпус. Вот, собрал в пластиковый корпус. И мы видим, что здесь у нас яйцо. Ну, или овал. То есть, у нас есть люфт. В принципе, все это решается довольно-таки просто. Мы с вами можем взять термоусадку. Одеть ее на подшипник. Тоненькую только термоусадку. Обжать ее, но оплавить аккуратненько, не перегрев при этом подшипник. И собрать это все обратно. Я об этом, друзья, рассказывал в видео. Еще раз повторюсь, ссылочку в описании найдете. Можете посмотреть. Там я рассказывал, как правильно собирать мосты. Вот. То есть, тем самым вы уберете вот это вот яйцо. Оно есть во всех, насколько я помню, во всех корпусах этих мостов, друзья. Давайте проверим корпуса АЦ-34. Ну, здесь, да, тоже. Вот, смотрите. То есть, небольшое такое. Меньше, конечно, чем в пластиковом. Но, все-таки, овал этот есть. Вот. То есть, люфтит. Хотя и не сильно. Больше всего люфтит вот в этих корпусах, которые, скажем так, говняные. По-другому их не назовешь. Здесь вот просто, ну, посмотрите. Сейчас фокус поймает. Здесь вот просто ходуном все ходит. И это с учетом того, что мы еще их стачивали. То есть, мы их подгоняли. А в стоке тут вообще была вот такая просто болтанка, друзья. То есть, ну, никуда не годится за, скажем так, апгрейд. Да, мы берем для модели апгрейд, а этот апгрейд в итоге получается хуже, чем сток. Ну, куда это идти? Вот, например, мост ОПЦ 34-го и наш топорный мост. То есть, никакой разницы. Ну, тяги разные, да, но функционал они выполняют, что эти, что эти. Кулаки у нас только то, что разным цветом, а так они абсолютно одинаковые. Собираются на втулочке. Видим, да, здесь и здесь у нас втулки. Но разница бывает лишь только вот в этом самом поворотном кулаке. У нас не кулаки, точнее, а приводе. То есть, здесь у нас обычный привод, да, с чашкой. Вот мы увидим с вами, что чашка там гуляет. Ну, а в версии цвета с четвертой, да, и вообще, можно купить отдельно. У нас установлены вот такие поворотные карданчики, друзья. Видим, да? У этих карданчиков выворот больше. То есть, с таким устройством кулаков у нас выворот на модели будет немного больше. Вот. Также могу вам показать средний мост без проходного редуктора. То есть, у нас здесь две шестеренки по бокам выходят. Ну и, друзья, на 6х6 такой мост нет смысла брать. Черезмерная нагрузка у нас получается на шестеренку, которая стоит внутри. Также на вот эти шестеренки на конические у нас тоже большая нагрузка приходится. Ну и плюс этот мост у нас вот так вот вечно гуляет. Его то закусывает, то шестеренки слизывает. Буквально за две покатушки я показывал в видео, на шестеренке слизало при правильно выставленном зазоре. Поэтому до 6х6 этот мост, ну просто хлам. Его ставить нет смысла. Можно даже не брать. Для 6х6 нужен мост с проходным редуктором и только. И что самое печальное, что на этом корпусе вы не соберете проходной редуктор. Нету двух вот этих вот чашек, которые снимаются. Поэтому бессмысленно брать его. Ну это лично мое мнение. Может быть кто-то со мной не согласится. Напишите в комментарии, почему вы не согласны. Или согласны, например, с тем, что на 6х6 нужен мост с проходным редуктором обязательно. Так, друзья. Ну и для того, чтобы вам показать. Сейчас собрал один мост. Задний, топорный. С выставленным зазором. Кстати, для того, чтобы выставить зазор, в данном случае у меня ничего не пришлось делать. Просто вначале, как я и показывал до этого видео, я приезжал привод с шестеренкой, без шайбочек, без всяких, чтобы они состыковались и не было вот здесь вот этого люфта, чтобы вот так туда сюда вот шестеренка не гуляла. То есть видим, что все плотненько и свободно вращается. После этого просто вставил шестеренку металлическую на ось одетую, точнее ось в сборе. И все. Закрутил 8 винтиков. И у нас получается очень даже очень хороший зазор. То есть если зафиксировать эту часть и вот здесь вот пошатать вперед-назад, то получается, что зазорчик маленький, как раз то, что надо. При этом все свободно вращается, даже без смазки. Видим, все отлично. Это показывает нам то, что в принципе качество исполнения, изготовления и подгонка в этих мостах у нас очень хорошее. Все стыкуется, все собирается. Главное собрать все в правильной последовательности. Вначале собираете вот эту часть, маленькую шестеренку с приводом, а потом уже собираете все остальное и смотрите, проверяете ваш зазор. Еще раз повторюсь, пластиковые корпуса отлично, просто отлично выполняют свою роль и свою функцию. И стоят при этом там рублей 200 за корпус. Поэтому, друзья, не гонитесь за вот этим тюнингом. Это, скажем так, самый уже последний второстепенный апгрейд, который можно делать на модель. Лучше в ходовку, лучше в мотор, лучше в электронику вложить в начале деньги, а потом уже доберетесь и до корпусов. Честно. Ну и, друзья, почему же в начале видео я вам сказал, что это почти полный обзор мостов. Да потому что есть еще два типа мостов для ВПЛ, но стоят они просто космических денег, там в районе десятки за три моста или за два моста. Я сейчас точно не помню, друзья. Я вставлю видео сейчас, фотографии, ну как эти мосты выглядят. И вставлю в видео цены на эти мосты. Мосты сделаны из, ну я так понимаю, что алюминия, они полностью фрезерованные, делают, скорее всего, их не в серийном производстве, а в каком-то единичном экземпляре, потому что ценник у них космический. Качество изготовления, судя по фотографии, хорошее, но, друзья, в руках не держал, ничего по ним сказать не могу. Внутрянка там будет точно такая же, такие же подшипники, такие же оси, такие же латунные или металлические шестеренки, все у них будет одинаково, разница только лишь в самом корпусе. И корпуса, скажем так, внешне, конечно, выглядят кайфово, но стоят, соответственно, тоже кайфово. Может быть, когда-нибудь дойдут руки, либо у кого-то из подписчиков появятся такие корпуса, и нам дадут их на обзор. На этом видео заканчиваю. Еще раз спасибо Алексею за то, что предоставил нам свои корпуса мостов для обзора. Леха, тебе респект и уважуха. Я думаю, что подписчики поддержат и поставят лайк. На этом у меня все, друзья. Подписывайтесь, ставьте ваши лайки, пишите комментарии, что вы думаете, делите своим опытом эксплуатации мостов. Может быть, у вас были еще какие-то проблемы или нюансы по конкретно вот тому, что я показал и рассказал. Всем удачи, поменьше поломок. Всем пока. Пока.